Большой зал правительства в ожидании. Как-никак первое крупное заседание под председательством Станислава Воскресенского. Участников меньше, чем при прежнем губернаторе. Нет, например, представителей МЧС, уполномоченных по правам человека и ребенка. Для журналистов предусмотрена укороченная программа. Присутствовать СМИ разрешили лишь на вступительном слове Воскресенского и при докладе руководителя профильного ведомства. На повестке дня бюджет на 2018 год. Предварительный расклад таков. Доход составит 34,6 миллиарда рублей. Расход 34,4 миллиарда. Профицит 153 миллиона. Как и в прошлые годы, областная казна сохранит свою социальную направленность. Более 65% от общего объема расходов пойдет на увеличение зарплат бюджетников, на финансовую поддержку образования и медицины. Сейчас начал поездки по районам. Конечно, первый вопрос, который задают в школах, учебники, обеспечение учебников, вы лучше меня это знаете. Впервые за последние годы выделены средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Это должно сделать возможным проведение сложных операций в Ивановской области. На 70% вырастут расходы на лекарственное обеспечение отдельной категории граждан. Важно обеспечить, чтобы перебоев здесь не было. Норматив на одного школьника вырастет со 168 до 730 рублей. Предусмотрены средства на завершение строительства ряда учреждений, замороженных по тем или иным причинам. Детский сад в Шуе, Кинишме и Кохме. Где-то речь будет идти о выделении средств уже фактически на достройку, где-то речь идет о проектно-сметной документации. Выделяются и средства на завершение ФОКа в родниках. Мы должны с вами максимальное усилие приложить для того, чтобы эти объекты были введены в срок. Но это, конечно, безобразие, что затянули по некоторым из них. Я даже не хочу сейчас говорить, вы сами лучше меня знаете. Ну что это такое стоит детский сад недостроенный, весь город это видит. Надо это закончить. Деньги на это предусмотрены. На Кинишемские и Шуйские детские сады запланировано 158 миллионов рублей. На ФОК в родниках – 82 миллиона. 614 миллионов на завершение школ в Савино и Каминском. Приличную сумму получат Вичуга и Наволоке – 287 миллионов рублей на развитие инфраструктуры моногородов. Львиная доля этой суммы – средства Фонда развития моногородов. Бюджетные инвестиции в сумме 251 миллион будут направлены на строительство и реконструкцию автомобильных дорог областной собственности. На строительство и реконструкцию дорог местного значения предусмотрены субсидии муниципальным образованием на кап вложения в сумме 236 миллионов. Работа над проектом закона об областном бюджете будет продолжена в региональном парламенте. Депутатам предстоит оценить рациональность предложений органов исполнительной власти. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.